друзья всем привет сегодня у нас на тесте одна из самых популярных моделей которые попадают в россию через параллельный импорт это новый kia sportage на самом деле новый sportage получился очень эффектным и в принципе это характерная черта вообще всех поколений потому что если вспомните каждое новое поколение спортейджа она на фоне предыдущего людей буквально шокировали здесь это не исключение между прочим у нас в руках не самая упакованная версия не самая дорогая а как раз таки самая народная самая базовая несмотря на это даже уже в базе все равно сохраняются вот эти вот красивые светодиодные ходовые огни форме бумеранга но основная оптика естественно простая никакая не светодиодная вообще на самом деле sportage это пятого поколения это машина трудной судьбы ведь это первое поколение спортейджа который не собирается в россии все предыдущие четыре генерации собирались на заводе в калининграде 5 тоже должна была там собираться но по известным причинам этого не произошло поэтому все машины к нам тащатся с родины из южной кореи почему не из европы это на самом деле просто объясняется дело в том что у нового спортейджа у него существует две версии европейская так называемая и азиатская североамериканская европейские машины отличает то что задняя часть у них она более компактная как у предыдущих спортейджах багажник небольшой а вот как раз таки машины для южной кореи для северной америки и машины которые должны были выпускаться в россии они крупнее и особенно на фоне предыдущего поколения конечно новый спортейдж он сильно подрос и для тех кому нужен большой среднеразмерный кроссовер вместительные это очень хорошая новость двигатель на базовом спортейджа стоит знакомый нам хорошо двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил серии smart stream этот же мотор ставился на тусан который успел к нам официально попасть и на новую сонату и на kia k5 так что хорошая новость в том что во первых гарантированно более-менее будет все неплохо с надежностью ведь как вы понимаете машины везенные по параллельному импорту у них нет никакой заводской гарантии поэтому здесь приходится уповать только на надежность автомобиля и второй момент приятный то что с расходниками с обслуживанием тоже никаких проблем не возникнет потому что ассортимент запчастей слава богу по этому двигателю у нас на рынке достаточно широкий многие владельцы предыдущего по спортей же отмечали что главным недостатком автомобиля это все-таки оставался маленький багажник у нового с этим полный порядок здесь он заметно подтянулся к таким более крупным автомобилем как раф-4 mazda cx-5 или mitsubishi outlander багажник действительно стал больше плюс подполье очень хорошие здесь есть закатка и помимо того очень много сюда можно всего уместить есть и боковые отделения плюс пространство большое да и сам фальшпол его можно опустить на один ярус ниже недостатком багажника конечно можно назвать обивку потому что это традиционная история для корейцев на этот план они не заморачиваются и все боковины все сделаны из жесткого пластика который к сожалению со временем будет царапаться но если говорить о чистом объеме тут конечно новый спортейдж сильно прибавил по сравнению с машинами предыдущего поколения версия у нас действительно самое что ни на есть базовая ведь для полного привода минимальная версия это комфорт как раз такая какая у нас помимо тканевых сидений это минимальное количество опций с одной стороны все что мы видели на картинках когда дебютировал эта машина все это есть если говорить о дизайне то есть причудливой формы дефлекторы изогнутая большая панель общая медиа системы и приборной панели но при этом материалы преимущественно жесткий пластик мягкий пластик есть разве что на верхней части панели также повсеместные заглушки есть обогрев стены трехступенчатый но к сожалению снизу ничего нет а здесь должны быть кнопочки вентиляции сидений а вот здесь по центру должна была быть кнопка обогрева руля но ее к сожалению нет как нет и кожаной обивки руль в этой версии обычной пластикой непривычно такое последний раз я наверное видел только наших грантах и ларгусах при этом климат двухзонный что хорошо то что у него нет никакой сенсорной панели все-таки оставили аналоговое управление это и управление температурой и переключение интенсивности потока воздуха в переключение собственно говоря самих направлений воздуха меди система тоже самая простенькая как видите огромное пространство занимает обычный пластик заглушка экранчик небольшой но при этом по функционалу не могу сказать что есть какой-то дефицит в принципе минимальный набор радостей он есть более того даже можно подключить телефон по протоколу android auto или apple carplay приборная панель также уже в базе даже базовой версии комфорт она не аналоговая она всегда будет виртуально единственная разница что если машина самая дорогая то все это будет одно большое поле сенсорное скажем так единое целое и другое совершенно будет качество изображения но в нашем случае она попроще но тем не менее все равно виртуалка вполне функциональный вполне удобно для считывания кстати говоря еще у дорогих версий будет отличаться центральная консоль если вот у нас машина с шестиступенчатым автоматом в простикой комплектации то если взять sportage дорогой версии с восьмиступенчатым автоматом и более мощным мотором то вместо вот этого селектора стильного будет уже шайба который можно например встретить в том же киа карнивал или на больших кроссоверах хенды киа концерна но если говорить о базовых вещах то тут новость partage в общем-то мне всем нравится сидеть удобно диапазоны очень хорошие несмотря на то что все непривычно на механических регулировках обзора тоже никаких проблем это касается естественного обзора плюс уже в базовой версии есть кстати говоря камеры заднего вида ну а система кругового обзора она уже доступна на более дорогих комплектациях новый sportage действительно прибавил в практичности это касается не только багажника но и обратите внимание как сзади стало действительно просторного он сколько места для ног плюс ноги можно полностью убрать под переднее сидение запас пространства огромный конечно опять же учитывая комплектацию тут он sportage гол как сокол есть только вот небольшой кармашек дефлекторы но собственно на этом и все но приятно то что чего раньше не было у корейцев то что карман появился в спинке даже водительского сиденья не только пассажирского плюс есть подлокотник вот такой за двумя подстаканниками ну а спинки задних сидений они регулируются по углу наклона здесь есть рычаг и можно выбрать любую удобную посадку общем одним словом у sportage пятого поколения действительно стал таким хорошим универсальным кроссовером который подойдет для семьи как основной универсальный автомобиль ну в общем по технике действительно новый sportage вот именно в этой версии он ничем не отличается от машины предыдущего поколения тот же дух литровый атмосферник прекрасно нам знакомый и шестиступенчатый автомат классическая гидромеханика с точки зрения скорости работы это не самая хорошая новость потому что по современным меркам не сказать что этот автомат какой-то супер шустрый с другой стороны если говорить о надежности то тут у этого автомата все очень прекрасно собственно говоря как и у двухлитрового двигателя ну а если все-таки закажете мотор 2.5 то уже с этим двигателем будет стоять восьмиступенчатая коробка новый sportage построен на платформе хенда киа n3 так называемый на этой платформе уже есть автомобили которые успели официально засветиться на нашем рынке это к примеру новый хенда тассан киа к 5 и хенда санта фе поэтому если говорить о необходимости покупать какие-то расходы материалы запчасти по ходовой части это касается как тормозной системы так и подвески тут проблем никаких не будет в общем то есть наличие проблемы здесь другая вот сейчас проехали очередную кочку проблема именно в настройке самой ходовой части почему потому что как я уже говорил этот kia sportage приехал к нам из южной кореи проблема в том что эта машина не адаптирована к российским условиям соответственно плавность хода она конечно не совсем приемлемо для нашего рынка потому что каждую яму машина проезжает жестко это вспоминаем kia sportage предыдущего поколения это при всех недостатках шасси он ехал мягче поэтому здесь конечно проблема то что машина не адаптирована к сожалению помимо не самой выдающейся плавности хода еще стоит отметить что у нового sportage не все гладко с шумоизоляции но у меня есть большие подозрения что это все-таки связано еще и с нашей версии комфорт базовой потому что здесь явно сэкономили на изоляции колесных арок даже вот сейчас на небольшой скорости когда я проезжаю какие-то лужи каждый отлетающий камешек каждая небольшая лужица все это прекрасно слышно да конечно вопрос дополнительной шумоизоляции арок решается но проблема с дополнительной шумоизоляции арок в том что просто наличие вот этих самых дополнительных аксессуаров в том числе и покрылок она мягко говоря пока не богатая потому что машина свежая плюс официально к нам не поставляется поэтому пока еще есть проблемы чтобы все это купить например владелец конкретно этом экземпляра он хочет дополнительно поставить себе рейлинги которые есть на более дорогих версиях но узнав цену он конечно немножко удивился как и я в общем то потому что вместе с работой это обойдется в 50 с лишним тысяч рублей многовато по системе полного привода машина вообще не поменялась на фоне предшественника здесь также есть несколько режимов движения экономичный нормальный спортивный и смарт по геометрической проходимости тут тоже никаких изменений более того даже на фоне предыдущей машины стало чуть хуже потому что просвет остался примерно тем же самым чуть меньше 18 сантиметров под штатной защитой но проблема в том что из-за большей колесной базы из-за того что стало больше задний свет на бездорожье sportage по геометрической проходимости уже чуть хуже чем машина предыдущего поколения с другой стороны нужно понимать что все таки это не внедорожник это даже не дастер поэтому для нечищенного двора до его возможности хватит для грунтовки опять же да здесь его возможности более чем достаточно но лезть куда-то в лютую грязь можно было лишь на машине первого поколения все что выходило после это обычные паркетники не стоит про это забывать ну конечно самый главный вопрос сколько такая машина стоит в корее такой sportage в комплектации комфорт если переводить в рубли обойдется в 2 миллиона 100 тысяч но радоваться рано потому что после того как заплатите таможенную пошлину утилитационный сбор заплатите за доставку под ключ такая машина в россии уже будет стоить 3 миллиона 200 тысяч а если взять топовый sportage в дорогой комплектации с мотором 2 5 и 8 ступенчатым автоматом то такая машина обойдется примерно уже в четыре с половиной миллиона рублей дорого безусловно но с другой стороны это сравнимо с китайскими кроссорами того же класса которые продаются у нас официально спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы узнать о всех новых роликах помните что мы есть во всех соц сетях и до встречи